Доброго здоровья! С вами снова я и очередная многомерная история одного из тех, кто слушает мои видео. Здравствуйте, Руслан и подписчики! Хотел поделиться с вами своим сном. Не смог удержаться. Может, кому-то будет интересно. Может, лайками узнаем про этот случай больше. С помощью Руслана и его видения. Но это для меня не столь важно. Что есть, то есть, как говорится. Начну с небольшого отступления. В последние восемь месяцев, а может и больше, периодически начал осознавать себя во сне. Увидя свои руки или тело, происходит щелчок. И я понимаю, что сплю. Периодически пробовал что-то делать. Летать, смотреть на происходящее или общаться с людьми. Летать плохо пока получается. Страх приземляет. И просыпаюсь с покалываниями в теле. Как будто всосало назад меня в постель. И вообще, первые разы было тревожно немного. Поэтому терялся контроль. И я просыпался довольно быстро. После осознания. И вот недавно приснился сон. Из одной локации я попадаю в комнату, где присутствует много красивых девушек. Такое ощущение, что идет девичник. Некоторые из них – медийные личности. Я их узнаю. Мы немного общаемся с девушкой. И тут я вижу свои руки. И понимаю, что во сне. Сразу сказал себе – не бойся. Спокойно изведай обстановку. А то притянется что-нибудь. Или проснешься. И тут почему-то во сне я вспомнил, что когда мы просыпаемся, картинка как в тумане. Размазана. В основном. И решил все вокруг трогать. И пристально смотреть. Это было на сто процентов, как в реальности. Я трогал твердый стол. Смотрел на линии рук. Обоих. Пол. Обои. Пол. И я понимал, что это так же, как в физическом мире. Детализировано. И понял, что немного ошарашен. Затем я решил пойти на улицу и посмотреть, что там. Что еще можно было бы узнать или попробовать. Выйдя на улицу, я оказался во дворе. Ночь, фонари, тополя. После дождя, после дождя, все немного мокрое. Со мной вышли две девушки. Я им сказал, что мне пора идти. И всего вам доброго. Одна сказала мне, что пойдем. Пойдем со мной. И добавила, мол, я от нее не завишу. От подруги. Меня это улыбнуло. И я решил с ней поговорить. Спросив у нее, верит ли она в то, что мы сейчас у меня во сне. Она ответила, что это в теории. Это возможно. Диалог был шире. Напишу вкратце. И я ей сказал, что могу доказать это. Обращаю внимание на себя со словами «Смотри» и пытаюсь подлететь. Это не всегда легко, кстати. Даже во сне надо проверить сперва, что это возможно. Если не веришь, далеко не улетишь. У меня так. Первым прыжком отрываюсь на метр. Вторым на пару метров. После чего снова приземляет плавно. Третьим отрываюсь метра на три. И понимаю, что вот-вот могу спокойно парить. Вижу, что она смотрит. Спрашиваю «Видишь?» И ожидаю от нее удивленной реакции или вопросов. Но вместо этого она мне говорит «Мне тебе надо кое-что сказать». И тут я понимаю, что она знает, где мы и что происходит. Говорю ей «Говори скорее!» Так как в этот момент у меня начала покалывать правая сторона лица. «И я думал, что отлежал его. И сейчас проснусь». Она снова повторила «Мне тебе надо кое-что сказать». И тут я понимаю, что просыпаюсь и кричу ей «Говори скорее!» «Я лицо отлежал!» «Я просыпаюсь!» И с этими словами на устах я проснулся до конца. Слыша, что я сам говорю в физическом теле эти слова. А тело все в покалываниях от невесомости. Так как я парил в воздухе и понял, что я ничего не отлежал и проснулся из-за этого. Эмоции переполняли меня через край. Так что я разбудил свою девушку и рассказал ей «нет». В этот момент, когда рассказывал, меня насквозь пронизывали мурашки от висков и вниз. Как будто энергия заходила. Необычное чувство. Не знаю, что это было. Когда засыпал, было немного не по себе. Так как понимал, что только что было две реальности. Только в одной я не очень могу контролировать все. Успокоил себя и сказал, что на сегодня с меня хватит. Такого опыта. И спокойно уснул. Что хотела мне сказать эта девушка. Остается только гадать. Если, Руслан, и вы решите, что этот рассказ стоит внимания, буду, конечно же, вам признателен. Всем мира и добра. Люди голосовали. Люди голосовали. Дальше. 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 Углубленная медитация. Если вы будете следовать рекомендации, которые я приоткрываю в своих видео, в некоторых, связанных с сухим каскадным голоданием, плюс расширением сознания. Это блестящий пример. И интересный, содержательный. И вопрос здесь. Что хотела мне сказать эта девушка? Остается только гадать. Если вы обращаете этот вопрос ко мне или вообще слушаете ли этого видео, то а где же сюрприз, а где же приятная неожиданность или неприятная? В зависимости от ваших фильтров, сопротивлений или суждений. Вас ждет при открывании этой тайны в последующих попытках. Если я не открою вам, вы будете продолжать и вы будете искать эту девушку. И когда найдете, вы будете ее спрашивать. Что ж ты хотела мне сказать? Или другими словами. Скажи, пожалуйста, что ты хотела? Высказать, если это еще актуально. Ведь если бы я сказал сейчас, что она думала, предполагала, хотела высказать, то в тот момент, когда вы ее найдете, ее мнение может поменяться частично или полностью. И в следующий раз она может сказать другое или немного измененное или даже противоположное, казалось бы. Это плавающие реальности и плавающие мнения. И каждый из нас, и те люди, которые там, и мы, имеем некоторые изменения каждый день. И делаем выводы. И смотрим на свои высказывания и меняем их. И смотрим, как это влияет на реальность, на нас и на ближних. Поэтому вам остается вновь втягиваться в эту интригу и спросить ее. Вновь активировать этот опыт. И если хотите, можете, когда спросите, написать на стене или рассказать, что за сон или что за медитация, или что за прогулка по соседнему измерению у вас была, и что все-таки она ответит. Если ответит, если там будет она, а не другая. Если вы или ваше «я» не поменяли вам сценарий, или не будет, или не выберут отправлять вас немного в другие миры, к другим девушкам или не девушкам. Экспериментируйте и рассказывайте то, что вам интересно, мне, нам, всем, через свои странички или через публикации на моей стене, чтобы я открыл это и засчитал многим людям, если хотите. Это полезно далеко не только для тех, кто сейчас это слушает, а для тех, кто, еще для тех, кто послушает это потом, в будущем и на протяжении истории существования интернета. Я думаю, здесь завершить, я зачитал эту историю для целей расширения вашего самоосознавания, и потому что она вызвала во мне некоторый интерес, вызовет и в некоторых из вас. На этом, думаю, завершить. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok